Я хочу сегодня сделать яйца янтарные. Но сначала мне нужно будет их покрасить в луковой шелухе. Я вот ее мелко нарезала. Яйца помыла. Обезжирила с помылочкой. Яйца помыла хорошо с мылом. Просушила. И сейчас я буду их заворачивать в луковую шелуху. Принцип действия таков. Беру кусочек марли. Я вот нарезала из обычной марли. Такие штучки. Беру луковую шелуху. Кладу яйцо. И сверху тоже луковую шелуху. Чтобы было ее побольше. Чтобы она со всех сторон обнимала яйцо. Вот таким образом я буду яйцо варить. 10 минут в подсоленной воде. Яйца у меня готовы. Я отварила их 10 минут. И подержала еще минут 20 в этой водичке. В луковой. Воду не стала сливать. Если нужно будет, можно потом мне еще яйца отварить. Поэтому получится традиционный цвет красный. Такой красивый. Но мне интересно, какие мои получились. Но я пока сейчас не буду разворачивать. Я сделаю им повторное окрашивание. Вот я специальные перчатки надела. Теперь буду пользоваться красителями пищевыми. Вот я такие красители сегодня купила. Желтый, красный, синий и зеленый. Вот какие. Желтый, красный, синий и зеленый. Вот я приготовила 4 стакана. Написано, что тут сюда нужно еще уксус добавлять. Но не знаю. Посмотрим. Поскольку это предназначено для окрашивания не таких яиц, которые у меня в луковой шелухе, а чисто белых. Так что я, наверное, не буду уксус добавлять. Просто добавляю краситель. В фрукте написано залить горячей водой. Потихоньку добавляю 100 миллилитров. Теперь все это нужно размешать. И отправить туда яйца. На 5 минут. Посмотрим, какие они будут. Все. Оставляю на 5 минут. У меня прошло 5 минут. Вот я вытаскиваю свои красинки. Хочу посмотреть, что же у меня там получилось. Вытащу я их. Получится ли это без уксуса, поскольку уксус я не добавляла. Что же у меня получится? Прям самой даже интересно. Убираю краску. Просто луковая шелуха. Посмотрю, что получилось. Вот резинками мне показалось, проще будет развязывать потом, чем узлы, когда завяжешь на марле. Смотрю, что же у меня тут получилось. Ага. Смотрите, какая красота. Это уже красиво. Это уже янтарный получился. Уже янтарное яйцо. Сейчас я его промою. Посмотрите, какая красота. Уже можно его больше даже не окрашивать. Какой красивый получился. Так. А теперь мне интересно посмотреть, какой же у меня, ну, предположим, красный будет. Вот это луковое яйцо еще в красном красителе. Посмотрим, что из этого вышло. Будет какой-то другой оттенок интересный для меня. Или я только все испортила. И так были красивые яйца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Ну, вот другой оттенок появился такой. Красноватый. Такой красноватый оттенок. Вот это обычный, в луковой шелухе. А это вот еще в красном красителе. Так. Это красный. Интересно посмотреть. Желтый. Вот что получилось в виде эксперимента моего. Самый больше всего окрасился вот почему-то синим. Вот это синий краситель дал такой результат. Это синий. Вот зеленый. Может быть, сильно много было этих луковых чешуек прилеплено. Не прокрасил, мне кажется, зеленый. Вот. Желтый вот такой дал оттенок. Или это красный. И вот желтый. Ну, такие более насыщенные стали, как бы я сказала. Интересно мне посмотреть, а если добавить туда уксус, как получится. Ну, уже, мне кажется, красивые получились. Похоже на янтарные. Особенно вот желтенький. Вот такой тоже бывает янтарь. Такой размытый получился. Интересный. У меня еще два осталось. Попробую тоже их покрасить. Вот еще два яйца покрасила. Этим синим и зеленым. Добавив уксус. Ну, вот немножко по насыщеннее получились. Ну, посмотрите. Ну, прям переливы янтарные. Прямо янтарные переливы. Красотень. Теперь, чтобы еще больше заиграли они всеми своими цветами, я их сейчас попробую протереть маслом растительным. чтобы они заиграли всеми своими цветами, переливами. Посмотрите, какая красота. Прямо становятся солнечными на глазах. Как сверкают. Были матовые, стали глянцевые. Красота какая. Это вот желтенькая. Вообще солнечная. Солнечная стала. Красота. Попробуйте сделать так на Пасху. Это же намного красивее получается, чем просто покрасить в луковой шелухе. В принципе, то же самое. Такая же луковая шелуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова